Здравствуйте! Сегодня про денежки будем разговаривать. Весь месяц мы всей семьёй честно превращали заработанные Сашкиным трудом деньги вот в эту пачку чеков. Я их собирала. И сегодня подведём итоги с вами. И, кстати, даже если вы знаете и так, сколько вам нужно денег на жизнь в месяц в Болгарии, всё равно оставайтесь, потому что в конце у нас будет ещё с вами уникальная возможность сравнить это с мартом этого же года. По-моему, это интересный такой эксперимент. Посмотрим, что у нас и как тут подорожало в Болгарии. Поскольку понятие скромно у каждого своё, я вам немножко должна рассказать о нас. Сначала о нашем образе жизни, то есть мы живём семья из четырёх человек. Я, мой муж Саша и двое детей, 15 и... ой, 16 и 6 лет от роду. Живём мы в двухкомнатной квартире. Она несъёмная, она наша личная. Мы её купили не в кредит. За неё мы уже заплатили полтора года назад. А теперь в год наши траты сразу назову. 750 евро в таксоподдержке и около 200 евро приблизительно налог вместе со страховкой. Всё. На этом годовые траты закончились и цифры в евро тоже закончились. Все остальные цифры я буду называть исключительно в левых. Так, если вы их поделите на два, напополам, то получится евро. Не надо мне просто, услышав цифры, писать там, ой, да у нас в Латвии всё в два раза дешевле. Ну, это в любом случае не может так быть. Вот, поэтому имейте это в виду, пожалуйста. Да, мы здесь уже второй год живём. Почему я выбрала именно ноябрь? Мы сейчас как раз в октябре отгуляли всем дни рождения. Были наши поездки какие-то дальние. На ноябрь ничего не планировали, поскольку... И слава богу, что не планировали, потому что ужасная погода у нас в этом году. Дождлива очень, и даже не хочется лишний раз на улицу выходить. И уж не говоря о каких-то там дальних поездках. Соответственно, бензин у нас тратился только, ну, топливо даже, газ у Саши, да, на джипе, только для того, чтобы он съездил на работу. Моя машина просто стоит там очень редко по выходным, мы на ней куда-то выезжаем. Очень-очень скромно мы весь ноябрь жили. Никаких больших трат у нас не было. Тратились мы в основном на еду. Поскольку в магазинах продуктовых сейчас чаще и чаще запрещают снимать, я даже уже и не пытаюсь, но не так уж и хотелось, как говорится. Посмотрите на меня и посмотрите на фотографии из каталога нашего любимого магазина. Сделала специально для этого видео. Я пока вам поназываю цены с чеков, то есть реальные цены, по которым мы покупали продукты в этом месяце, в ноябре 23-го года. И у вас сложится какое-то представление о том, что мы вообще покупаем. Ну, в принципе, это молочка, это овощи, фрукты в очень большом количестве, макароны, мука, яйца. Ну, всё, как у всех, мне кажется. Мы там икру всякую не едим, ни настоящую, ни искусственную. Газировки, вот это вот, чипсы нет. Я Саше вообще запретила это покупать. Если раньше он как-то это покупал, то сейчас нет. Ну вот, орехи, семечки, ну, такое всё, знаете. Саша любит пиво попить выходные, я могу вина выпить. Нормальные люди, обыкновенные. Вот этот каталог, который вы будете пока смотреть, как я вам буду называть цены. Ну, а код 2,50, напоминаю, делите пополам, получается в евро. Я называю влевых. Сметана 5, майонез 1, яйца 30 штук 11, кетчуп 1,6 килограмм, салат, ну, такой, знаете, вот зелёный. Он здесь очень классный такой, вкусный прям. Мне нравится так. Левкома 20, шпинат 4-5 лево. Ну, мы огромный такой мешок покупаем. Там написано, что 300 грамм, но он большущий прям. И шпинат здесь такого высокого качества. Он такой твёрденький, такой со своим вот этим привкусом каким-то, ну, как и должен быть. Ну, классный шпинат здесь, очень шикарный, мне кажется. Чеснок 50, статинок 1 головка, сыр килограмм 17 лево, апельсины, яблоки по полтора, картошка 1, груши, огурцы, помидоры по 2, мандарины 2,50-3,50, чёрный шоколад с орехами, это я исключительно употребляю, мне очень нравится, 2-3 лево, в зависимости от того, на какой, когда, какая акция. Макароны мы покупаем в Жанете, 5-килограммовая пачка, 17 лево. Ну, там разные виды бывают, в общем, когда, каких нам захочется. Тыквенные семечки 18 лево килограмм, арахис 8 лево килограмм, хлеб от полутора до трёх, банички ещё я очень люблю со шпинатом, я вам говорила, но там тоже в зависимости от того, на что какая акция, 1-2 лево. Вот, но в основном, конечно, мы предпочитаем и очень сильно предпочитаем Кауфланд-магазин. Но иногда мы бываем и в магазине Лидл, их у нас тут 2, один у нас на Солнечном берегу, второй около Равды ближе. В Жанете очень большой ассортимент, и в Кауфланде тоже очень большой ассортимент, но только по ценам Жанет дороже, чем Кауфланд. В Кауфланде часто бывает в каждом из сегментов товара скидка на какой-то вид очень хорошая, поэтому мы в основном, Саша там закупается. Ещё недалеко от нас есть маленький магазинчик, но зато в нём довольно-таки широкий ассортимент и вполне приемлемые цены, несмотря на то, что он находится на Солнечном берегу. Ну, давайте теперь посмотрим нашу таблицу, что у нас тут получилось с вами в итоге со всеми тратами полностью, потому что не только еда, есть ещё и другие траты, коммунальные услуги. Вот, и сравним всё это с мартом. Для чистоты эксперимента ссылочку на мартовский выпуск я оставлю здесь в комментариях. 2000 лево у нас тогда с вами круглая цифра получилась за месяц. Прилагаю конвертацию. За ноябрь траты наши. Вы сейчас видите, ну, мы тут покупали обувь, замок на велик, косметические средства такие вот я купила, покажу вам, потом расскажу, как они работают, не работают. Там ещё зубная паста плюсом шла 2. За EVN вы видите 57 лево, но это только потому, что мы кондиционер в октябре не включали, мы не пользовались им вообще. Вот сейчас с ноября уже стали пользоваться, то есть счёт станет побольше, конечно же, но я вас буду держать в курсе. Wi-Fi, слушайте, у нас договор, что самое интересное, на 16,99, но мы никогда в жизни эту сумму не платили, то есть первые полгода мы платили гораздо больше, от 20 до 30 лево, а в этом месяце вообще пришёл счёт 7 лево, но я всё-таки поставила среднее арифметическое, я не знаю, как они считают, не, ну они-то знают, наверное, я надеюсь. Итак, общая картина получается у нас с вами следующая. Несмотря на то, что в мартовском отчёте у меня не фигурировал Wi-Fi, добавилось в ноябре у нас поход к врачу, Мишка заболел у меня бронхитом, пришлось покупать антибиотик, который стоил 40 лево. У меня Миша третий ребёнок, и каждый раз, когда я покупаю лекарства в аптеке, что на родине, что здесь, у меня всегда вопрос, вы серьёзно? У людей средний доход, ну, очень небольшой, и демографическая ситуация в обоих странах, и в Латвии, и в Болгарии, оставлять желать лучшего, но тем не менее, лекарства стоят каких-то ненормальных денег. Почему антибиотик ребёнку, это же понятно, что это необходимое лекарство, стоит 40 лево? Это 20 с лишним евро. На момент нашего отъезда из Латвии, вот единственное, что было дешевле, это антибиотики. Я точно помню, что я покупала то ли Миша, то ли Тимуру, 5 с копейками я платила. Ну, ладно, эту тему я обсудила с вами, так сказать. За приём к врачу самой себе я заплатила 3 лево. Мне нужно было направление взять на профилактический осмотр. Общие расходы у нас снизились, хотя есть мы меньше не стали, это я вам точно говорю. Саша и тогда работал тоже в Бургасе, ну, то есть в марте месяце, и, соответственно, закупался тоже там. Но, тем не менее, вот такая вот разница в пользу ноября. То есть бензин мы вообще в этом месяце не покупали, мы залились в прошлом, и мне хватает, то есть машина практически только по выходным выезжает, ну, или там по каким-то недалёким поездкам я ездила. А Саша ездил на работу, и на топливо у него газ. Он истратил вот 110 лево за месяц. В марте было больше значительно, поскольку я чаще ездила, куда я там гоняла, я уже не помню, неважно, но ездили намного больше мы. Ну, возможно, и топливо подешевело, я уж не знаю. Больше всего радует, конечно, что не растут так сильно цены на еду, как это было постоянно, на постоянной основе в Латвии. Надеюсь, сейчас там с этим получше. Я даже слышала, что отопление там подешевело. Ну, как бы слава богу. Вы видите цифры, которые реальные. И это в левых, да, и вот, пожалуйста, вам покажу курс. Курс стабильный, всегда он привязан. Вот столько у нас ушло за ноябрь на семью. Но должна обязательно сказать, что в Бургасе у нас дешевле всё, чем в Софии и в Пловдиве. Ну, теперь, когда вы всё знаете, вы можете смело посмотреть свой семейный доход. И вот это то, что у вас осталось после названной мной суммы, смело можете тратить куда хотите. Например, откройте свой бизнес тут. Вообще, конечно, очень жаль, что мне в наследство не достался никакой бизнес. Это был бы самый лёгкий вариант. Потому что исправлять чужие косяки вот это я гораздо. Вот посмотрите, вот, например, маска для лица. Вот я её сейчас делала для того, чтобы мои дорогие зрители не испугались, увидев меня в своих экранах. Вот она, как мы видим, если напряжёмся, для возраста 45-50. Где вы видели человека, который в 45-50 сможет прочитать всю вот эту херь, которая здесь написана. Зачем вот это? Я понимаю, что там на разных языках мира, но для меня зрение единица. Причём это на всех косметических средствах. Для того, чтобы мне это прочитать, мне нужно сфотографировать это всё на телефон, масштабировать и потом выискивать там понятный мне язык, чтобы посмотреть просто, сколько минут мне это держать всё на своей морде, на своём лице. Прекрасно. У вас здесь для чего белые места? Для чего у вас здесь белые места? Напишите здесь 45+, здесь напишите 5 минут. Всё, от вас больше вообще ничего не требуется. Что вы тут написали? С аргановым маслом и гиалуроновой кислотой регенерирующая, значит, маска для сухой кожи. Это я понимаю. Это вообще не все понимают. Просто напишите от старости, от морщин. Вашу вот эту маску купят, чтобы вы туда внутрь не положили. Ну, это же элементарные вещи, но люди все простые и любят простые, понятные вещи. Зачем усложнять жизнь себе и другим? Услышьте меня, пожалуйста. Вам же лучше будет. Денег заработаете больше. И чего вам пожелать в этом выпуске? Желаю вам всем маленькой инфляции. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok